Всем привет! Каждый день команда Универ Нью заготовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Ильшат Гафуров вручил аттестат выпускникам Этилицея КФУ. 4 июля на Универ ТВ стоит сопрямой эфир приемной кампании 2018. Отчего вылечит поповинная кровь? В Институте психологии образования Казанского федерального университета стояла защита дорожной карты данного подразделения. В своем докладе директор Института Айдар Калимулин представил актуальные задачи подразделения по продвижению в рейтинге QS Education. Подробности защиты дорожной карты Института психологии образования Казанского федерального университета мы расскажем в нашем следующем выпуске. А мы продолжаем. Теперь учащиеся Этилицея КФУ могут гордо называть себя выпускниками. Чем запомнилось им время, проведенное в лицее, и куда планируют поступать медалисты, узнавала Анна Глазунова. Долгожданный выпускной вечер состоялся 29 июня в IT-лицее Казанского федерального университета. Посмотреть на выпускников пришли родители, учителя, а также руководство университета. Среди почетных гостей ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Он пожелал одиннадцатиклассникам успехов в их дальнейшем пути. Выбрали хорошее направление дальнейшего ученого. Выбрали хороший вуз, который бы вам помог в дальнейшем хорошо трудоустроиться. Все мы и родители ваши, и мы сотрудники преподавателей университета, в общем-то, хотели бы, чтобы вы реализовали собственные лица. В этом году аттестаты получили 78 учащихся. Их вручил ректор КАФУ Ильшат Гафуров и директор IT-лицея Тимир Булат Самирханов. Многие учащиеся приложили немало усилий для того, чтобы получить заветную медаль и красный аттестат. От учебы в IT-лицее КАФУ у ребят остались только самые яркие и положительные эмоции. Все самые яркие эмоции, все самые яркие переживания я все-таки испытал здесь. Наверное, в обычной школе у меня бы такого не было. Лицей стал как дом, потому что мы здесь жили, все вместе выросли и все вместе преодолевали все трудности. Для поступления многие выпускники выбирают Казанский федеральный университет. Конечно же, на химический факультет Казанского федерального университета. Планирую поступать в Казанский федеральный. Впереди ребят ждет поступление в престижный вуз студенческие годы. Ну а пока они выпускники IT-лицея Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Ленардо Влитяров, Универньюз. Каждый год число желающих поступить в КФУ увеличивается. В помощь абитуриентам проводятся прямые трансляции в рамках приемной кампании с ответами на их вопросы. Подробнее о них мы расскажем в нашем сюжете. Казанский федеральный университет организовал прямую трансляцию по приемной кампании в социальной сети ВКонтакте. Трансляция велась в группе абитуриент Казанского федерального. На вопросы отвечал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. В этой приемной кампании мы вообще планируем принять на первый курс 12 772 абитуриента. Наиболее такие отчетливые тенденции, которые характерны для этого года, мы видим уже сейчас. Это повышенный спрос на подготовку IT-специалистов. Если вы пропустили эту трансляцию, не стоит отчаиваться. Телеканал Универ ТВ проведет прямой эфир о приемной кампании. Наша трансляция является ежегодной. В этом году она пройдет 4 июля в 19.00. Свои вопросы вы можете оставить в официальной группе ВКонтакте нашего телеканала, прислав их в личные сообщения сообщества. Мы принимаем и текстовые, и голосовые сообщения. Обработка вопросов закончится 4 июля в 16.30. Артем Тупичкин, Ильсина Ахатова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. Студенты трех факультетов Елабурского института КФУ, которые уже сдали последние экзамены, стали участниками профильной смены в лагере «Буревестник». Подробности далее. В лагере «Буревестник» проходит профильная смена «Краски лета». Своё название смена получила не случайно, так как объединила обучающихся сразу трёх факультетов Елабурского института КФУ – инженерно-технологического, юридического и факультета экономики и управления. Хотел бы отметить, что культурная программа, которая представлена в данном лагере, она развивает не только по своей специальности, но и приобщает к специальностям других факультетов. Студенты занимаются спортом, участвуют в конкурсах, квестах и мастер-классах. В рамках смены студенты создали эко-панно из лесных материалов, а также проектировали миниатюрные ракеты, которые потом запускали в воздух. В рамках профильной смены «Краски лета» преподаватели Елабурского института КФУ прошли для студентов открытые лекции. Диана Шилова, Лада Гельмулина, Денис Сипайлов, Универ-Ньюс. Магистр института фундаментальной медицины и биологии КФУ создал первую в Казани шумовую карту. Определить самый тихий и шумный район стало вдвойне легче. Подробности в нашем следующем сюжете. Запад вовсю болеет шумофобией. Уже с 2002 года каждый город с населением свыше тысяч человек обязали иметь карту шума, обновляя схему стука, свиста и ушуршания шин каждые пять лет. Европейцы работают на шумозащиты существующих объектов и строят новые по-тихому, не превышая нормативов. Попытки спасти уши жителей городов и мегаполисов предпринимались и в России. Магистр института фундаментальной медицины и биологии КФУ Адель Закиров создал шумовую карту районов Казани. Им было исследовано 105 контрольных точек. По шумовому загрязнению именно в городе Казани никто еще не делал работу, насколько я знаю. Ну, по крайней мере, такого плана, такого уровня. У меня было 105 точек контрольных, среди которых я каждую измерил сам, единоличную. То есть такого объема, такого уровня работы пока еще никто не делал. Созданием шумовой карты, подобной той, которую составил Адель Закиров, прежде еще никто в Казани не занимался. В ходе исследования было выяснено, что на территории Советского и Вахитовского районов превышена норма по шуму, а значит, большинство казанцев живет в ненормальных акустических условиях. Наиболее показательный это Советский район, потому что там 8 нарушений определенного допустимого уровня выявлено. Это максимум среди всех районов. Вахитовский район, да, он характеризуется именно тем, что вот именно южная часть, она наиболее шумная. Концентрация автомобилей большая, поэтому именно вот эти вот южные части, да, основные дорожные части, они наиболее загружены. Стоит отметить, что по мнению врачей, продолжительность жизни, проведенной в шумной обстановке, значительно сокращается. Шум становится причиной нарушения сна, развития инфаркта миокарда, снижения обучаемости и появления звона в ушах. Он увеличивает рис сердечно-сосудистых заболеваний и высокого кровяного давления. Еще раз напомню, что наиболее шумными районами являются Советские и Вахитовские районы, для которых характерно интенсивное движение большого количества транспорта. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. В лечении рассеянного склероза произошел настоящий прорыв. Университетские ученые доказали, что данную болезнь можно вылечить при помощи пуповинной крови. Насколько все это реально, выясняла Аделя Шамилова. Травмы спинного мозга и рассеянный склероз можно будет лечить с помощью пуповинной крови, доказали исследователи из Казанского федерального университета. Ученые выяснили, что трансплантация пуповинной крови приводит к миграции швановских клеток в области травмы спинного мозга, способствуя улучшению двигательной функции. Швановские клетки принадлежат нервной системе человека. В нормальных условиях эти клетки не мигрируют в спиной и главной мозг. По словам ученых, проблема заключается в том, что повреждение спинного мозга неизбежно приводит к гибели не только нейронов, но и нервной ткани. На месте разрушения нервная ткань не способна проводить нервные импульсы, что приводит к порезам и параличам. Однако, как удалось выяснить ученым, швановские клетки после травмы спинного мозга способны мигрировать в область повреждения и участвовать в восстановлении поврежденных тканей. Помимо того, что они участвуют в обновлении разных клеток и тканей организма, они еще обладают так называемым иммуномодулирующим действием. То есть они нормализуют работу иммунной системы. На миграцию швановских клеток помимо травмы спинного мозга может повлиять клеточная и геноклеточная терапия, объясняет профессор КФУ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Резванов. К такому выводу ученые пришли после открытия положительного влияния трансплантации пуповиной крови на миграцию швановских клеток в область травмы спинного мозга. И в нашей лаборатории мы проводим исследования на моделях животных, где животным вводятся различные стволовые клетки с различной модификацией. И мы смотрим, как новые методы генной и геноклеточной терапии можно использовать для лечения широкого спектра нейродигенативных заболеваний. Исследования велись на базе научной исследовательской лаборатории OpenLab генной и клеточной технологии и биобанка пуповины крови КФУ. Научная работа казанских ученых опубликована в журнале STEM South International. Аделья Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!